Привет, Ули. Мои свечки пиццены. Целлен чешец Роботейшин. У нас прошел дождь. На улице прекрасный воздух. Свежий просто. Просто свежий. Сейчас я тут пройду, потому что мне не надо это аккуратно. Тут колюжи такие стоять. Включусь вам трошки погодя. Прошла, прошла дебри колюжные. Я, вы знаете, подивилася комментарии и я не понимаю, как я пропустила мимо. Ну не бачила я такие комментарии. Там целая ветка, оказывается, касательно причесок. Касательно прически, стрижки волос и так дальше. Я вообще так была удивлена. Вот забыла ник, кто написал, откуда пришла вся ветка из какого комментария. Но дуже багато кицюньок там высказали свое мнение. Лисериха в том числе. Вот. Привет тебе, Лисерёга. Лисерина Ольш. Ой, бляха муга. Ой, опять колюжи. И это самое. Я так удивлена была, почему-то меня там начали критиковать, что я якобы насмехалася с маминой прически. Коли я с ней насмехалася. Ну, я не знаю. Конечно, у людей, ну, люди ж разные и разное восприятие. Насмехаться, это значит, как-то подстёбывать, как-то действительно их хитничать. А если просто мы можем как-то шутить между собой, да, то разве это насмешки? Это во-первых. Во-вторых, было критиковано почему-то мою причоху. Порекомендовано мне обязательно, значит, подстричься, оказывается, надо, кицюньки. Я уже додому припёрлась. Вот. И это. Почему-то решено было, что у меня длинный каскад. Мало того, блин, ну, как же ее нік? Ну, женский нік. Мало того, значит, девочки, когда начали высказывать свое мнение, якобы, что длинные волосы, это всегда считалось, ну, как бы, это классика жанра. И не всем идут стрижки. Я бы ходила с короткой стрижкой, мне не ужасно не идёт короткая стрижка. И я даже могу десь фотку найти. А где она? А, вона, наверное, там осталась у мамы та фотка. Чтобы не забудь, покажу вам. Может, я тут найду фотку, там, где я с короткой стрижкой. Мені не идёт короткая стрижка. Ну, это раз. Во-вторых, почему-то было написано, что у меня длинный каскад. У меня не длинный каскад, у меня просто волосы длинные. Без всяких каскадов. Просто, знаете, как бриллиантовая рука. Ну, длинные волосы, да и всё. Не понимаю. Вон Читулька сидит и встречает меня. Читулька, валяешься, да? Хочешь ласки? Хочешь, чтобы пузо поцюхала тебе, да? Подожди, у меня руки заняты. Сейчас, Читулька, поставлю сумки. Тут он уже зимушенцев встречает меня. Да. Зимуха. Комари не закусали тебе? Нет. Тут Лисериха нам написала рецепт, как она на себе испытала. Понял ты или нет? Тройнедекалон. Нет, не тройнедекалон. Короче, берется обычная гвоздика. Вот то, что я кидаю, когда консервирую грибы. Держи. Гвоздика та, которая, ну вот эта гвоздика, не приправа, специя. Вот. Бо это же... Вот. Короче, та гвоздика. Берешь гвоздику, наставиваешь на водку. Вона прямо такого коричневого цвета должна та водка стать. И натираешься. Каже, ни один комар не подлетаешь. Китюньки, вот это вот рецепт. Кто может уже и знать этот рецепт, но мне вот Лисер Танечка написала сегодня в личку, что она таки сделала настойку такую от комаров. Вообще просто. Вона живет в Тюмени, поэтому там комаров вал. Вал вальний. Вона каже, очень эффективно, очень. Попробуй. Ну, надо попробовать. Только надо сначала найти водку с гвоздикой. Ну, гвоздика, это проще? Лучше, чем водка. Что? Самогонка говорит, лучше, чем водка. Не, ну я имею в виду самогонку. Потому что казенку, тут казенку, навряд ли мы купим. Я ж вам сказала, сухий закон. Так. А, чи я не сказала. Казала, чи не казала, не помню. В общем, так, что я хотела. У нас пройшов дощ и хорошо пролило землю. То, что мне нужно было. Тут вот уже зашли майори. Его я вам показывала в тот раз. Там огурчики кущевые зашли. А для огурцов полив это самое первое дело. Комары. Блин. Срочно гвоздику замочить водки. Срочно. Ого. А там вот это вот тоже я вам показывала, где я посеяла чорнобривцы и лимонного цвета. Ни один пока не зашли. Я не знаю почему. Чи зайдут они вообще. Майори уже вот такие. Ну что сказать. Кубника завязь есть, конечно. Ну такая баржевая. Вот такая земляника, а не кубника. Хотя я вам рассказывала, что это у нас сорт чимора. Вона считается одна из самых великих сортовых ягод. Ну вот есть, конечно, и другие сорта с великими ягодами. Ну вот эта чимора, вона одна из них. Там название есть двух слов. Я просто друге слово не помню. Ніколи не запоминаю. Помню, что чимора. Какаясь там чимора и потом дальше слово идёт. Вот. Так. Ну пройшов дождь, конечно, сейчас полизают бурьян. Это вообще. Это стопудово. Стопудово придется мне потом после работы ставать, заниматься полкой. Но это за то и семена будут хорошо сходить. С этой стороны огурцы сошли не все пока. Не так, как кущевые. Кущевые прям сошли с щетиной. Тут нет. Какой-то так. Через один. Пока. Может быть это вот сейчас дождик прошел. Помидорчики уже сошли те, что я тикала. Сейчас покажу вам поближе. Вот. Ну там я вам показывала кукурузу. Вот это посередине. Это редиска. Редиска. Не знаю, будет вона чи пиде в стопуд. Но, по крайней мере, сошла. Вот. Ну помидорчики очень даже уже good. Сейчас покажу. Вот. Смотрите уже, какие помидорчики сошли. Я сюда по четыре штучки в каждую луночку клала. Где четыре, где пять. Ну, вот тут только два зашло. Я всегда по несколько кладу, чтобы, знаете, если что, потом рассадить можно. Вот. Тут еще пока нема. То бурьян. То бурьян. Оце, по-моему, помидор. Чи не? Ну, еще рано судить. Хай вылезет больше. Оце точно помидори. Сто пудов. Сто пудов. Вот эти, например, луночки вообще ничего не вылезло. Сюда пересаживать буду. Тут ось уже вылезли. Я так предполагаю, что это... Нет, это не помидор. Оце, наверное, помидор будет. Тут вот две штучки вылезло. Это точно помидорчики. Тут три вылезло. Вот. Видите? Ну и так везде по луночкам по чуть-чуть повелезло. Если что, порассаживаю. В общем, главное теперь им успеть поспить. Успить поспить. Ха-ха-ха. Кукурузка хорошо пошла. А вот ой сорт кукурузы. Кицюньки. Что? То он пошел не так. Тут с этой стороны хорошо вылезло все. Вот. А вот этот сорт, который медуница F1. Так я нахвалювала, нахвалювала цей сорт. Ну, потому что это F1. F1. Они всегда более, знаете, выдержаны и до засухи, и до болезни, и до всего. Но вы гляньте. Оце раз взошла кукурузина. Вон. Другой раз. И аж вон в конце. Раз, два, три. Все. Ой, где я показываю. Вот. Оце зарядка. Оце представляете, всего лишь пять штучек, что ли? Я что-то не поняла. Чи это семена такие неудачные попались. Не знаю. В чеснике уже поверивали стрелки. Я их должна вот сейчас... Сьогодні, может, не. Завтра пожарю на постном маслечке. А я вкусняшка будет. Но я так и не успела про полотище. Сьогодні тоже не буду полоти, потому что после дождя месиво не получится. Ну, как говорится, сильно меня не критикуют. Такие тюни. Ну да, я знаю, что я не очень хорошая хозяйка в плане огорода. Я это всегда говорила. Так что, ну, как есть, так есть. Про полю, как только будет возможность. Тут я посеяла айсберг, салат. Что-то он не сошел. Ни одного нет. Айсберг всегда всегда сходит, но нету. Зато сошла рукола. Рукола, вот, бачите, хорошо сошла. Ну, рукола вообще, как трава. В любых условиях сходит. Это, которое я тушу, вы сказали, что похожа на шпинат. Круглые листочки будут. А салат почему-то не вылез. Очень странно. Вот, бачите, я поставила. Вон, вон, вон. Оце рядочок шпинат. Ой, этот салат. Ни один пока, ни одненького нема. Может, придется пересевать. Салат – это такая штука, что можно все лето сеять, поэтому я не переживаю. У меня там еще пару пакетиков есть, поэтому я не переживаю. Вот, опять же, слимаки не только жрут клубнику, вы мне там написали, что и слимаки, и жаби, и муравьи, и птицы, и кто только не ест ту клубнику. Все любят полакомиться. Вот. В том числе и слимаки или улитки, как правильно сказать, едят щавель. Он поеденный весь. Хотя еще только-только молоденький полис уже выеденный. Ну, у меня остался прошлогодний. Еще есть там пару баночок, так что если еще пару баночок смогу со своего, потому что он имеет свойство, конечно, отрастать. Вот молоденький полис. Я надеюсь, что еще пару баночок закрию на зиму, чтобы было. Будем надеяться, что те предсказания не сбудутся, которые пророчествуют все специалисты и говорят, что будет очень тяжелая зима с великим подорожанием продуктов, что надо запасаться. И так, и то, и все. Я, когда маме про это сказала, то вона сказала, что на всю жизнь не запасешься. У нас, каже, есть какой-то запас там сипучих, трошки, каже, подсолнечного масла есть, муки ци трохи, сахари ци и так далее. Но ты же, каже, понимаешь, что мы же не можем по 10 мишков усього накупить. И это, это глупо просто. Уже что будет, то будет. Зъедене. Гляньте, я обрадовалась, хотела з'їсти. Ну, ну, это можно выдержать. Та еще и не фокусирует телефон. Так, то сраки кариочи називаются. В общем, в этом году никакая клубника, одно расстройство не клубника. Ну, хоть и живика будет. Потому что ежевики завязалось. Видимо, не видимо. Я вам уже показывала. Будет и будет. Может быть, даже и варенье я смогу сварить с нею. С ежевичной. Он уже начинает чернить. Ладно. Ну-ка, тут что. Ага, еще до завтра. Дождись. Это леона. С работы. Ну, вот. Бачите, тоже не зашли. Вот эти вот. Ой, блин. Что же вы такие противные? Святые. Святые. Говнитесь. Петит. Жовтий. Чорнобривцы. Сорт Петит. Не зашли. Ноль. Ни одного нема. Вот. И теперь смотрите, как огурчики взошли. Хорошо. Видите? Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Весь рядочек. Точно так же и майоры. Приближу вам. Тоже. Весь рядочек зашел. Ну, я их разсажу. Я намеренно не сеяла несколько рядочков. Думаю, все равно, если съедут густо, то, чтобы можно было возможность поразсаживать их. Ну, а тут получается, надо сейчас будет думать, где. Может комусь заказать. Я сказал Зяма, что тут у местных попитает, у кого-то может чорнобривчиков, хоть штук десять хотя бы. Вот мне на эту клумбу. Хотя я говорила, что и с той стороны в розарии я всегда вот так вот между розами тикаю. Знаете, так, как в шахматном порядке. Чтобы осенью, уже когда есть такой перерыв у роз, когда они то сейчас буяют, цвятут, а когда они не будут цвести, чтобы чорнобривчики были. И оно тоже так, как, знаете, все-таки красивее, чем голая земля. После дождя, как красиво все роса лежит на цветах. Боже, какая красота. Вы подивитесь. Тут мушка, правда, сидит. Улетай. Не порть нам вид. Класс. Очень люблю рассматривать вот это вот, как роса лежит, как если стрекоза сидит на цветке. Или, например, когда пчелка мед собирает. Так прикольно смотрится это все. Хотела же вам показать Анастасию. Помните, я вам рассказывала, что как бы цветок не распустился, до конца прям все, он распустился, да не могу. Но серединку она никогда свою не показывает. Глядите. Вы видите, в середине у нее такой вот, типа, пупеночек всегда остается. И он, этот пупеночек, он не отгибается, не распускается до конца. В общем, вот такой вот лепесточок, который полностью прикрывает серединку. Вот если мы пальчиком отогнем, вот только тогда увидим серединку. На самом деле, вот этот лепесточок, он всегда вот так вот в таком положении остается. Даже если роза уже начинает видать. Представляете, как интересно. Это вот уже. Уже жасмина начинает распускаться. Подивите, сколько в ней бубочек. Вы представляете, какой тут аромат будет стоять, когда она распустится? Ммм. Ну, как можно пройти мимо этого произведения природного искусства? Ммм. 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 Ну это выше моих сил, я не могу вам не показать, я вам просто не могу это не показать, полюбоваться, полюбоваться этой красотой. Вечерние птички, как спевают. И комары жужжать. Ладно, надо идти в дом. Погацу перила немного, и пора и честь знать, надо вечеря чоловіку давать. Целую люблю, ваш Целіон, все будет добре.